МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. Старый давно снесли, новый до сих пор не достроили. Как идут дела на строительстве жилого дома по адресу улицы Пирогова 9 в Чебоксарах? Татарский праздник на Чувашской земле. В этом году чебоксарцы примут федеральный сабантуй. Девушки бывают разные. Главное, чтобы звалась Татьяной. В Чувашии выбрали самую красивую студентку по Волжье. Полиции Республики было достигнуто немало положительных результатов. Такую оценку работе регионального ведомства поставил заместитель федерального министра Игорь Зубов. Сегодня в Министерстве внутренних дел по Чувашии провели расширенную коллегию. О результатах и приоритетах правоохранительной деятельности в сюжете Дмитрия Ковалева. Отдел МВД по Ибресенскому району признали лучшим по итогам работы за прошлый год. Местным полицейским вручили диплом и ключи от нового автомобиля. Вот так надо работать. И мы всегда будем поощрять в этом плане. Вообще, по статистике, количество преступлений в сельской местности сокращается. Ведомстве отмечают, что большую роль играет профилактика и ее необходимо усиливать. В полиции делают ставку и на кадровый состав. Улучшен качественный состав сотрудника. Наибольший уровень юридического образования в подразделениях дознаний, следствий, уголовных розыск, участковых и уполномоченных полиции. В текущие годы в МВД вновь восстановлен ведомственный опрос общественного мнения о деятельности полиции. 85% жителей республики чувствуют себя защищенным от преступных посягательств. 88% доверяют сотрудникам полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности. В республике сокращается количество краж, угонов, а также преступлений в сфере экономики. Уровень раскрываемости уголовных дел по итогам прошлого года в регионе повысился. Удалось качественно повысить эффективность раскрытия преступлений по горячим следам. В 2017 году мы имеем уже 88 результативных задержаний в рамках плана перехвата. По установлению местонахожения автотранспорта по горячим следам задержаны 77 лиц подозреваемых в совершении грабежей и краж. Эту практику необходимо совершенствовать. Глава региона отметил, что благодаря усилиям полиции за последние годы улучшилось и качество охраны общественного порядка. Мы провели вместе с вами 1881 мероприятие с массовым участием граждан. Это культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия, мирового значения, федерального значения, межорегионального значения. И эта позитивная нота повышает социальное самочувствие наших жителей и уровень преступности в эти дни снижается на 30%. Это тоже статистика. Приоритеты перед МВД региона расставил и заместитель федерального министра Игорь Зубов. Задача полиции – обеспечить безопасность избирательной кампании. А угроз сейчас немало. У нас еще есть с вами очень серьезное направление – это противодействие экстремизму. Сегодня в условиях беспрецедентного давления на Российскую Федерацию извне, цель которого совершенно понятна – это дестабилизация России и ее последующий демонтаж. Будут попытки, особенно в выборный период, это продвижение различного рода подрывных проектов. В МВД продолжают наводить порядок и в сфере незаконного оборота наркотиков. Только в прошлом году полицейские республики изъяли более 35 килограммов психотропных веществ. Причем, отмечает Игорь Зубов, растут объемы наркотрафика из регионов Украины. Мы договорились о том, что необходимо провести углубленное исследование степени пораженности наркопотреблением молодежи и в целом населения и принять дополнительные меры по выявлению и разоблачению организованных преступных групп, которые занимаются поставками синтетических наркотиков в регион. На рабочей встрече с Михаилом Игнатьевым Игорь Зубов отметил, что в республике организована эффективная система межведомственного взаимодействия. Заместитель министра оценил и работу по реализации программы «Безопасный город». Аппаратный комплекс позволяет снижать количество ДТП и уличной преступности. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Борьба с контрафактом продолжится. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Глава республики Михаил Игнатьев подписал соглашение с некоммерческим партнерством производителей кабельной продукции. Подделки чаще всего находят на рынке алкогольной продукции среди программного обеспечения и аудиовизуального контента. По данным МВД Чувашии, в прошлом году в полтора раза увеличилось количество выявленных преступлений под особым контролем качества сельскохозяйственной продукции. При проверке торгового комплекса «Хеверский» выявлена реализация плодовочной продукции в количестве 169 килограмм без сопроводительных документов и информации о товаре, а также реализация сыра производства «Литва». Также установлен фактор реализации продукции без информации о товаре и сопроводительных документов в магазине «Светофор», сухофруктов в количестве 755 килограмм и в торговом комплексе «Николаевский» 161 килограмм томатов. Проверить продукты в лабораториях здесь система строго отработана. Сложнее ситуация обстоит с подделкой кабельно-проводниковой продукции. Треть всех пожаров по статистике МЧС случается именно из-за неисправной электропроводки. Сейчас в республике качественная продукция «Чувашкабеля» и «Морпосадкабеля» просто не выдерживает конкуренции с контрафактом, в первую очередь по цене. Причем такая проблема не только в нашем регионе. Поэтому на уровне республики решили наладить сотрудничество с некоммерческим партнерством производителей кабельной продукции. Мы, как вы помните, осуществляем срезы с рынка, берем заборы продукции, проводим ее испытания и на основании этих испытаний формируем обращение в территориальные органы Росстандарта, в Роспотребнадзору. Они будут проверять в первую очередь сертификаты качества, которые, по словам директора, сейчас очень часто подделывают. Кроме этого специалисты поделятся методикой, как отличить фальсификат от качественного электрооборудования. Сотрудничество позволит еще на стадии госзакупок отсеивать недобросовестных производителей кабельно-проводниковой продукции, тем самым улучшить качество электрооборудования в новостройках и домах, где идет капремонт. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. В этом году Чувашия примет 18-й федеральный Сабантуй. Татарский национальный праздник окончания весенних полевых работ отметят 6 и 7 июля в Чебоксарах масштабными гуляниями. Организационные вопросы обсудили в Доме правительства. По традиции в Сабантую принимают участие многие регионы страны. Праздник откроется торжественным собранием театру оперы и балета, а на второй день пройдут массовые гуляния. На федеральном Сабантую ждут главу Татарстана Рустама Мининханова. 330 Сабантую в 2017 году было проведено на территории Российской Федерации ближним и дальним зарубежным. Здесь вот связь и поколение, и времен. Мы хотим показать свою культуру, свои обычаи всем жителям Российской Федерации. Ведь Сабантую проходит не только у нас в Российской Федерации, проходит и за рубежом, где проживают татары. 7 июля в столице республики праздник продолжится на открытых площадках. На Красной площади и у монумента матери-покровительницы. Будет работать татарское подворье, национальная кухня, традиционные борцовские поединки, рукотворные шедевры мастеров декоративно-прикладного искусства Татарстана. Это и многое другое ждет гостей Сабантую. Сабантую – это главный праздник татар. Он проходит по всем столицам субъектов Российской Федерации. Он уже объездил, уже был в 17 городах. Сабантую – это созвучно Акатую, наши братья, чуваши, татары, точно ли вместе живут и показать на весь мир, насколько это красиво будет, красивым праздником будет. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин отметил, что федеральный Сабантуй – знаковое для имиджа республики мероприятие. Он уже давно стал межнациональным праздником, который объединяет все народы. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела об убийстве известного в республике врача-травматолога. В июне прошлого года тело 80-летнего мужчины обнаружили в его кабинете в больнице скорой медицинской помощи. В преступлении обвиняют его 49-летнего знакомого, который совместно с погибшим организовал фирму. Спустя три дня обвиняемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Аварийный дом давно слесли, а новый все еще не достроят. Адрес улица Петрова 9 в Чебоксарах. В сентябре 2014 года от крыши до фундамента треснула стена дома. Как сейчас обстоят дела на стройке, об этом Ольга Пырочкина. Штукатурка вся сыплась, а потом кирпичи вышла в коридор, все уже бегают. Кирпичи, говорит, уже вылетают. Тогда, в 2014 году комиссия решила, что дом на Петрова 9 не подлежит восстановлению. Было принято решение по комиссии о сносе этого дома. Дом был снесен. И на этом месте началось строительство 368-квартирного жилого дома. В бывшем доме было 166 квартир. После того, как дом достроят, собственники жилья получат в нем квартиры взамен утраченных. Правда, с доплатой. Дело в том, что по нормам нельзя строить квартиры площадью меньше 23,5 квадратов. И если у жильца в собственности была, к примеру, комната в 10 квадратных метров, то оставшуюся до 18 квадратов площадь ему придется приобрести по цене соцжилья – 31 тысяча за квадрат. А еще 3,5 метра по рыночной цене – это уже 43 тысячи рублей за квадратный метр. Впрочем, жителям разрушенного дома, которых временно разместили в общежитии по улице Лебедева, пока рано думать о новоселье. Срок сдачи дома с 3 квартала 2017 года перенесли на третий квартал 2018-го. Коммерческая часть все-таки тормозит, потому что продажи плохо идут. У нас идет просрочка. Планируем в февраль месяц обязательно закончить все кладочные работы, кровельные кладочные работы, чтобы до 15 марта убрать кран машины, освободить территорию и приступить уже с апреля месяца благоустройство территории. Из хороших новостей. Свои квартиры жители получат с полной чистовой отделкой. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Врачи спешат на помощь. Мобильная бригада Республиканского реабилитационного центра для детей провела в Шумерле выездной прием. Психолог, невролог, педиатр и социальный педагог – так выглядел состав мобильной бригады на этот раз. Второй год сотрудники реабилитационного центра для детей выезжают в районы Чувашии. В Шумерле девятая по счету точка. Консультации получили уже несколько десятков детей с особенностями здоровья. Мобильная бригада – очень важное направление нашей работы, поскольку она позволяет оказать социальную помощь и социальные услуги семьям непосредственно по месту жительства. И, конечно, это направление нашей работы очень важно и нужно и будет, конечно, развиваться и продолжаться. В нашей мобильной бригаде обслуживает семьи воспитывающих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями до трех лет, которые проживают в городе Чебоксары и в районах Чувашской республики. У Жени Маркова серьезное заболевание. Мальчик с родителями уже проходил реабилитацию в центре. И вот очередная консультация. Ребенку надо проверять. Мы были в реабилитационном центре в октябре месяце. Нам там все понравилось. Ему тоже понравилось. Гидромассаж ему так сильно понравился. Бегон бегал. Ну, ЛФК прошли там, физкабинеты. Эта мобильная бригада нам приезжает не в первый раз. Они приезжали летом 2017 года. И тем родителям, которых они обследовали, оказали свои услуги, очень понравилось. И сегодня они тоже в таком же широком составе приехали и помогли нашим родителями и детям-инвалидам получить весь комплекс социальных услуг, которые им требуются. Мобильная бригада планирует и дальше выезжать в районы республики. Следующая точка – Козловка. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Сергей Адышкин, Республика. Яркая внешность, ум и талант. В Чебоксарах в день российского студенчества состоялся 15-й межрегиональный фестиваль «Татьяна Поволжья-2018». Участники конкурса – студентки ведущих вузов на Волге и, конечно же, обладательницы имени Татьяна. В том, как трудно выбрать лучшую из лучших, убедился Рифат Фадкулин. Под яркий свет софитов и вспышки фотокамер на сцену вышли самые яркие звезды Поволжья. Модельные внешности вполне позволяют девушку мечтать о мировых подиумах. Однако сам фестиваль изначально задумывался не как конкурс красоты, а как конкурс талантов. Рассказы о родном крае, презентация социальных проектов, танцы, театральные этюды – Татьянам было в чем посоревноваться. И делали они это вполне профессионально, артистично. Глава Чувашской республики выразил уверенность в том, что этот замечательный проект будет и дальше развиваться. Тема дефиле этого года – мифический герой моего края. Самобытные костюмы, уникальные украшения, только подчеркнули красоту участниц. Битва за звание королевы красоты началась еще за неделю до финала. За своих любимец группа поддержки в интернет-голосовании оставила не одну сотню голосов. Приз зрительских симпатий досталась нашей землячке Татьяне Соколовой. Этот праздник не только Татьян, не только студентов, но и нас, людей, которые гораздо взрослее большинства сидящих в этом зале. Почему? Потому что в нашем университете говорят – бывших студентов не бывает. Все мы в душе студенты. Если ты продолжаешь учиться всю жизнь, то это твой профессиональный праздник. Жюри учитывало все – и знания родного языка, и традиции своего региона. В итоге новой обладательницей короны и звание Татьяны Поволжья стала Татьяна Мешкова из Пензы. Победу будущему юристу принес монолог о княгине Норчатке, героине старинных легенд края. В 13 веке правила на берегах мокша княгиня Норчатка. Была она молода и красива. Скакала на лошадях, как коза, держала слуг 300 человек. Победительница получила не только корону Татьяны Поволжья, но и право провести конкурс в следующем году у себя в ВУЗе. Рифат Фаткулин, Расиль Мухаммедов, Республика. Это все новости на сегодня. Хороших вам выходных.